Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Меримас Аналым. 8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, а сам праздник 8 марта, пожалуй, самый прекрасный из всех официальных праздников. Почему официальных? Потому что изначально он имел чисто политическую окраску. Был не праздником весны, любви и преклонения перед женщинами, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное избирательное право. Вот и журналисты IWPR постарались получить ответы на вопросы о правах женщин в Кыргызстане. Социальный опрос проводился в областях нашей страны. Женщина в Кыргызстане. Кто она? Какой у нее образ? Для меня образ кыргызской женщины – это добрая, терпеливая, улыбчивая и прогрессивная женщина. Наши кыргызские женщины все-таки умеют находить золотую середину. Они преуспевают не только в экономике, в производстве, дома, в политике. В тяжелые времена всегда кыргызский народ почему-то всегда опирается на женские плечи, учитывая, что в переходном периоде, когда было очень тяжело в стране, была и социальная, и политическая обстановка накалена была, во главе стояла Роза Тумаева. Положение женщин в нашей стране. Действительно ли равны права между женщинами и мужчинами? Если брать сравнение, то буквально через две страны, там Афганистан, допустим, где права женщин просто растоптаны, чуть-чуть выше, где-то Скандинавии, то там наблюдается другой перекос, вот это феминизм. В этой связи я думаю, что права женщин, в общем-то, в нашей стране нахраняется законодательством в достаточной степени. Конечно, нет предела совершенства, можно было продолжать линию на квотирование, но там тоже могут быть свои издержки. Я считаю, что минимальный стандарт в области защиты прав женщин у нас все-таки соблюдается. Вот сколько работаю, я, например, в РОВД, в судах, в прокуратуре, мы каждый день бываем, никто не говорит, да, вы, например, вот она женщина, если был бы мужчина, например, мы вот так сделали, такого нет у нас. Права женщин и мужчин у нас в Кыргызстане равны. Никто не говорит за то, что женщина не имеет на что-то права. В Кыргызстане положение женщин именно по защите прав, по их защите, да, очень на низком уровне, да, потому что мы занимались проблемой ранних браков, и в основном эти браки не регистрируются. И по истечении какого-то времени эти девушки как бы разводятся, да, по шариату и остаются без никаких либо прав на алименты, на имущество, которое они собирали, вместе жили, да. То есть, таким образом, вот именно по правовому плану, права женщин остается на низком уровне. Пониманием роли женщины в обществе и на фоне вот той же Японии, ну, мне показалось, что у нас женщины более активные, и они у нас принимают активное участие не только в общественной жизни, да, не только в политике, но и в экономической жизни. То есть, в экономической деятельности очень много женщин-предпринимательниц у нас сейчас. Я думаю, в целом, если учитывать то, что европейские страны, да, шли к своему пути развития на протяжении 200-300 лет, если учитывать, что Кыргызстан очень молодая страна, она всего 25 лет, я думаю, на сегодняшний момент мы как бы эволюционируем. Права женщин отличаются от мужчин. В чем различие? Есть разница. Вот это вот в основном замечается, где невоспитанные люди. Образованный частный население в основном одинаково, и иногда женщины, наоборот, управляют, можно сказать. А вот где неправильное воспитание, необразованные люди иногда ушимляются. У нас вот где-то различия в законодательном, конечно, нет у этого. Вот, но чисто на неформальном уровне, неофициальном уровне, конечно, я думаю, что мужчины обладают большими правами. Если мы возьмем неформальную такую сторону, то, что у нас за последние, наверное, 10 лет все-таки у нас появились вторые и третьи жены, скажем так. В законодательном плане это не прошло, а вот. И были попытки вот все это дело легализовать при Бакиеве, вы, наверное, помните, да. Ну, потом вот похищение женщин, да, то есть вот похищение невест, так называемое. Это вот все, это очень негативные моменты для Кыргызстана. Нужна ли политика квотирования для женщин в стране? Социальная поддержка, квотирование в госорганы и так далее. Или женщины в этом не нуждаются? Что-то по квотам, вот эта квота, да, она не нужна, честно говоря. Это мое мнение, конечно. Ну, у нас не должно быть, например, деление нации, деление женщин, мужчин. Народ должен избирать тех граждан, это мужчина, хоть там узбек или там другой нации, хоть Кыргызстан или там русский, что действительно для народа заслуженные люди будут, которые достойные, авторитетные люди, они должны прийти и в парламент. Сейчас вот, учитывая состав правительства, мы можем сказать, что женщины достаточно предоставлены и в Джогурфу Кенеши, и в управлении. На сегодняшний день я могу сказать, что, ну, неплохо, сравнительно с другими государствами, пусть советского пространства, увидеть можем, что сегодня женщин предоставлены недостаточно. Нужно ли другое отношение к женщинам? Женщины имеют свою ипостась. Вот эта ипостась, она должна обеспечиваться максимально. Это уважение, это, значит, гарантии социальной защищенности. Я все-таки считаю, что нам нужно брать позитивно то, что есть, допустим, тоже Российская Федерация, это материнский капитал, который нужно развивать для того, чтобы женщины были в большей защищенности. Женщина, она все-таки больше как бы мать, слабый, да, пол, который требует больше даже защиты законодательно. Женщину, да, вот нам необходимо как мать, как будущую мать, как дочь, да, допустим, как слабый пол больше защищать законодательно на всех уровнях. А мужчина, он обеспечивает в основном семью. Он как бы, можно сказать, может заниматься тяжелой работой. А если говорить, исправ женщину хейт, то женщину было бы неплохо вообще в будущем по законодательству, защищать ее от тяжелой работы, до работы, допустим, да, необходимо дальше двигаться в этом направлении и законодательно защищать все стороны, как сказать, жизни женщины, да, относящиеся к ней как к матери, да, с должным уважением. То есть женщина в Кыргызстане, она вообще в мире, вообще во всем мире женщина должна получить все-таки статус защищаемого. Социальные опросы специально для IWPR подготовили Атинут Нурдинова, Асамбек Пазыл и Джениш Айдаров. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами, мирим астаналы, услышимся.